добрый день или какое-то другое время суток по вашему выбору пожалуйста уберите от экранов детей потому что сейчас мы будем читать страшное хотя с другой стороны сейчас такие дети я думаю что в интернете они насмотрелись чего-то более ужасного чем сказки дедушки исаича поэтому в принципе сами решайте вот видите каркуши например и филя с удовольствием слушают вот на самом деле я решил восполнить один небольшой пробел дело в том что великолепных солженицинских чтениях время майснера и клим саныча жукова вот они первые четыре главы далее как бы одним блоком там пробежались там по верхам да это потом они начали закапываться в детали вот первые четыре главы дали так достаточно курсивом вот и пропустили совершенно великолепный отрывок из потрясающего произведения архипелагуак а именно перечисление разновидностей пыток вот их там 31 штука если я не ошибаюсь вот все пронумерованы вот я предлагаю просто сейчас зачитать этот список ну потому что такая страшная правда кровавом совке она не должна оставаться не озвучены и не обсуждены не обдуманной да ну потому что саму книжку архипелагуак сейчас мало кто читать будет то еще чтиво вот поэтому надо нести ее в массы так сказать тем более что тут партия за правду еще требует ее школьной программы убрать я не знаю есть она там или нет но если уберут так вообще никто ничего не узнает поэтому предлагаю почитать просто вот вот у книжечка архипелагуак глава третье следствие сайта солженицына у нас все тексты аутентичные короче список пыток а вот начнем с методов с методов психических а вот для кроликов это видимо имеются в виду ребята типа лёши навального или вот того молодого человека которого сейчас повязали белоруссии да вот это методы огромные даже разрушительной силы ну первое что допрашивают обычно ночью ну в этом есть смысл конечно ну тут идут как бы приемы такие следствия до таких допросов так далее вот допрашивать ночью это конечно хорошо тут возникает вопрос а следователю спать не надо что ли да как бы у него работы мало днем а учитывая то что пишет исаич солженицын выше и ниже да у следователей работы должно было быть просто выше крыши ну хотя да в каких-то случаях наверное такой методом подходящий убеждение в искреннем тоне то есть когда с тобой по-доброму разговаривают это тоже входит психические методы видишь сам срок ты получишь все равно но если будешь сопротивляться то здесь тюрьме дойдешь потеряешь здоровье а поедешь в лагерь увидишь воздух свет подписывай вот опять зачем то то что очень много обсуждалось нужны подписи 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 вот ну зачем это надо не очень понятно особенно если на тебя лепит какой-то совершенно фальшивое дело до матка отказался ты подписывайте что вот про лагеря тоже интересное тут лагерем как бы завлекают выйдешь из тюрьмы поедешь в лагере ну дальше мы увидим как лагерями будут пугать на вот значит вариант убеждения для партийца то есть это вот то что время описывал в одном из роликов да вот страны недостатки можете ли вы допустить что в этом виновата партия нет конечно тогда имейте мужество и возьмите вину на себя но это будет убеждение для дураков такое время как раз приводил пример когда человек просто говорю вы чё с ума сошли если я подпишу ложные показания станет ли лучше от этого партии грубая брань а вот ну на людей воспитанных изнеженных но это собственно всего применялась не только в нквд это применялось во все времена вот то есть тут вот два случая со священниками ну честно говоря я не знаю мне кажется что священники это люди с очень серьезной психологической подготовкой если это нормальное священник повидавший в жизни очень много вот и как бы грубой броню его не взять вот психологический контраст но это классический прием то есть соответственно два следователя один плохой другой хороший тоже проводится этот приемом применяется по моему все время существования любых следственных органов так чтобы гпу гпу это это извините это секундочку а ну-ка давайте проверим я просто примерно помню даты но не хочу сбиться если что распущена в 15 ноября двадцать третьего года да то есть это нам описывают до двадцать третьего года ну или солженицын как обычно все называет гпу привычки хотя какая у него может быть привычка ночью маленький был а вот значит так вот тоже такая вот пытка до заключенных в ожидании допроса клали на несколько часов ничком в общем коридоре на пол за при этом приподнимать голову и издавать звуки вот скажите пожалуйста вы можете такое себе представить ну начнем с того что все эти несколько часов рядом с ними должен кто-то стоять и контроля и контролировать да тем более что во множественном числе там не один заключенный мало ли что там общий коридор общий то есть это это не тюрьма то есть это уже следственная часть там на наверное там люди ходят какие-то да а вот поперек коридора лежат заключенные несколько часов интересно а вот те кто заключенных как бы выпускает из камеры они не спросит а чего вы его несколько часов там допрашивали что чего вы его так надолго берете вообще вот на самом деле по прочтении всех этих вот способов до создает такое впечатление что следователем нквд было отчаянно нечем заняться вот было скучно хотя опять же текст писать и все это опровергает там были миллионы арестованных до задержанных последственных всяких да то есть осужденных с которыми они должны были работать там и так далее тому подобное но им делать нечего да ну кстати давайте посмотрим сразу по кадровому составу берем информацию с мемориала исключительно то есть численность работников в сороковом году тридцать две тысячи сто шестьдесят три человека из них имею имеющих персональное звание а следовательно не звание да то есть двадцать одна тысяча вот в знаменитом справочнике карагодина там который выложили вот типа вот упыри из нквд да вот там было 40 тысяч человек да вот 39 950 но я его лично смотрел там люди они может и получили спецзвание в системе госбезопасности но работать они могли например том же муре или в каком-то другом там отделе да то есть необязательно имеющие имеющие отношения то есть заключенным там к допросам и так далее тому подобное то есть 40 тысяч максимальная цифра до с персональными званиям 21 1500 вот и вот это на всю страну то есть раньше было меньше там вот кстати вот сорок первому году после двух переформирований сначала разделение с нкгб потом обратно объединение 21000 человек это сайт мазохина как бы он занимался серьезно концу года увеличиваю уменьшилась ну сорок первый год понятного и многие ушли на фронт да вот до 9 тысяч человек нас 20 мая 42 года 8 200 и это на всю страну я замечу вот на сорок первый год центральный аппарат нквд обслуживали 62 автомашины 52 грузовые 12 спец машин автозаки которые размещались на трех автобазах автотехнического отдела хоза управления нквд вот тут сразу вспоминается газенлаген но и он видимо был сделан вот из этого да вот то есть и так машине много еще какой-то там начальник хоза управления из него там что-то конструирует но тоже вот то есть но вот это чистки вот опять на 37 год указывают 25 тысяч человек то есть как-то вот получается на всю страну следователей не так много я не знаю если сейчас посмотреть численность численность аппарата мвд вот рф опаньки 900 тысяч человек из них 750 сотрудников органов внутренних дел вот тут численность центрального аппарата мвд вот по охране обслуживанию зданий там траляля вот я не знаю я не уверен что тут у нас есть численность следователей сколько их у нас третья полицейская сила в мире численность органов предварительного следствия ссылка на таз можно открыть то есть 46 тысяч человек до 48 тысяч человек то есть тогда было меньше но видимо заняться им было нечем вот хотя сейчас как бы сидит гораздо меньше чем тогда сейчас по моему там то ли 500 или 600 тысяч заключенных вот а тогда миллионы вот имеется ввиду еще подследственные там наверняка эти же нквдшники работали там с какими ссыльными спецпоселенцами и так далее и тому подобное ну вот при переводе забрали одежду запирали в боксе а чё не положили в коридоре то голову пришли надзиратели мужчины стали заглядывать обсуждать то есть ну такой бытовой момент могло такое быть но служеницам гореть что это специально вот как бы да то есть а то что одежду забрали вполне нормально привели в тюрьму надо выдать все роботом все дела а вот вот это вот любимая следовательница входит допроса сама обнажалась перед ним в несколько приемов стриптиз вот ходила по комнате к нему подходила ну я вот не знаю вот кто такой фиб непонятно да из красногорской а сообщил вообще кто-то 3 да то есть это такой об с судя по всему такие байки я не знаю у вас разум помутиться от голой женщины не знаю вот но при этом при ней был пистолет запугивание запугивание чем запугивание лагерем не сознаетесь вам придется поехать на саловки а кто сознается мы выпускаем но это тоже вот какой-то расчет на дурака но вот 25 лет наручников на подземных работах вот только что выше нам говорили что лагерем наоборот там подышишь свежим воздухом и так далее вот но в принципе такие психологические приемы ну вот они используются опять же любыми следователями где угодно то есть если вы закона не знаете вас там могут статьями пугать бывает вот так лгать нам лугать нельзя нам ягнятам а следователю лжет все время так сколько угодно может класть перед нами протоколы с подделанными подписями наших родных и друзей и это только изящный следовательский прием вот тут надо отметить что это не всегда изящный следовательский прием вот если вспомнить как арестовали самого исаевича арестовали его ни одного вместе с его друзьями которым он писал письма с предложением там свергнуть сталина которых поругал там советскую власть и так далее вот его друзей когда арестовали перед ними положили протоколы с подписями самого исаевича причем протоколов там были целые тетради с его подписями уточнениями и так далее и тому подобное вот они были в ужасе потому что нам такого про них наговорил ну и потом соответственно воспоминания об этом писали вот единственный момент эти подписи были подлинные показания исаевича были подлинные то есть он вместе с собой еще кучу народу посадил игра на привязанности к близким ну вот тут как бы я не знаю в принципе да можно поверить в такой при прием что посадят там жену дочь но с одной стороны с другой стороны за что если ты ни в чем не виноват дают читать тебе ее письмо точно ее почерком я не знаю вот видимо следователи еще занимались почерковедением то есть чтобы подделать письмо близкого человека а вы учтите что в то время письмо это основной способ общения то есть телефонов мало там интернета пока нет ну вот и за сталина до сталина работал вот вай-фай есть не везде и письма это принципе основной способ общения вот и вот от исследователем нечего делать да и надо вот при подделывать почерк так чтобы родной человек не отличил на самом деле такие талантливые видимо люди в нквд работали вот то есть так звуковой способ посадить подследственного метров за 68 и заставлять все громко говорить повторять ну или сделать два рупора искан из картона и вместе с пришедшим товарищем следователем подступя к арестанту вплотную кричать ему в оба уха осознавайся гад но это клоунада какая-то да ну и вот массово вот это применять наверно него не очень возможно ну потому что у тебя у самого голос сядет еще могут коллеги из соседнего кабинета там постучать ребят чего тут орете щекотка чудовищная пытка я соглашусь с этим делом гасить папиросу ну вот а кожу подследственного ну это такое себе потому что это стоп процентов оставлять следы да а зачем следователю оставлять следы это не очень выгодно могут чем предъявить свои же тем более что чистки в нквд как мы видели это это не только бери этим занимался световой способ резкий круглосуточный электрический свет вот в камере яркая лампочка для малого помещения белых и белых стен стены белые специальная камера видимо выкрашенная в очень белый цвет но тут садич оговаривается что электричество экономили на школьниках и домах хозяйка чтобы мы не предъявили за яркую лампочку которая круглосуточно фигачит воспаляются веки не знаю видимо лечь там лицом вниз не получается а а вот или куда-нибудь в углу уткнуться вот а в следственном кабинете на него снова направляют комнатные прожектора прожектора в кабинете интересно как это выглядит много там этих прожекторов тут во множественном числе исаич пишет так такая придумка чебутарева хабаровском гпу 1 мая 33 года уже никого гпу не было год до образованием кого это о гпу 12 часов вводили на допрос так выводной следователь заберите то есть еще несколько человек просто тут маются какой-то фигней да вот им нечего делать вы в одному нечего делать следователю нечего делать которым постоянно таскают человека на допрос а если его таскают постоянно на допрос значит у следователя в кабинете никого не должно быть то есть ну другого под следственного а то как его будут туда заводить туда то есть постоянно вот хождение оттуда сюда это постоянная охрана там а мало ли что может он бежать попытается так ну вот это вот про боксик да то есть сенсорные депривации то что называется то есть коробка темная да то есть когда нету источников света и так это вот как правильно заметил риме вполне принятным принято штатах тех же самых например тоже посадили на шесть суток в коридоре на табуретку пул появляется вдруг нкбд почему не гпу так чтобы она ни к чему не не прислонялась не спала не падала не вставала то есть кто-то шесть суток рядом с не стоял видимо меняясь может посадили в коридоре никами в коридоре и кто-то рядом вот это вот все охранял вот вот нечем заняться людям да то есть такое впечатление что у них просто масса свободного времени вот учитывая их количество сотрудников нквд да он пишет сотрудники нквд именно нквд никакие там прибудные вот то есть на высокий стул чтобы они не доставали что многие не доставали до пола и затекали посидеть часов 8 10 опять же кто-то это должен контролировать и может быть ни один человек чтобы ребра удавила стул весь допрос не разрешать ему несколько часов шевелиться несколько часов то есть допрос должен продолжаться вот опять же все то же самое то есть вот все вот эти вот способы да типа постоять посидеть там и так далее они подразумевают что на одного заключенного тратятся какие-то совершенно чудовищные усилия целого аппарата нквд то есть там явно не один человек один человек устанет от этого вот просто рядом стоять то есть если например заключенный сидит а нквд-шник рядом стоит то непонятно еще кто из них больше устает так граховецкие армейские лагеря дивизионная яма 300 граммов хлеба и воды ему туда спускали на веревочке вот ну вообще во время войны вот как бы ну почему нет если его рядом с тобой нету там подходящего помещения ну а у тебя есть арестованный почему бы его не посадить в яму я наш понимаешь вот жестокий прием но другой страны война идет как куда глубина 3 метра на 2 вот так ответственно как копать яму точных размеров могилы тридцать шестой год мотострелковой дивизию у пол хинга а 36 мотострелковой дивизия сорок первом году монгольской пустыни свеже арестованному ничего не объясняя ну да тут психологическое давление да но опять же вот хотелось бы узнать а за что арестовывали на несколько яма охранял один часовой вот мне интересно они потом эти ямы закапывали что ли ну а как то есть получается у них или вся вся степь должна быть в ямах вот или они их потом закапывали а кто закапывал про закапывание сач не пишет и закапывали видимо со сами ребята из особого отдела до стоять на коленях опять в 12 часов 24 в кабинете следователи или в коридоре ну опять вот это этот бред то есть опять опять же кто-то должен это самое кто-то должен за этим всем следить пас иванов иванов разумника кто такой у нас иванов разумник очень какая-то знакомая фамилия это часом не тот кто фигурировал в дневнике коллаборантки осиповой ну собственно ладно неважно вот следователь измочился ему ему в лицо не взятый ничем лорд гиппонидзе был этим сломлен интересный вариант вот нет конечно я допуская какие-то единичные какие-то вот может быть случае но тут что интересно дело в том что это надо очень быть хорошим психологом потому что там на каком-нибудь крестьянина например это может тупо не сработать он просто тебя пошлет и все и что интересное что вот этот же метод обычно фигурирует в жутких рассказах о пытках николая вавилова в нему там типа зажимали пальцы дверью там еще что-то делали вот а потом ему помочились и не взяты ничем другим вавилов был этим сломлен вот слово в это присутствует в известных рассказах которые ходят по его по интернету я не знаю вот причем интересно да иванов разумник сообщает о варианте этого метода вот откуда он его знает он видел там или или присутствовали что просто так стоять до быстро выстойки по три-четыре-пять суток опять же так надиратель должен постоянно стоять рядом чтоб ты не упал не дают пить но это не научная фантастика три-четыре-пять суток не пить да то есть тебя просто отвезут на кладбище после этого бессонница бессонница это классический вариант не только у нас вот но опять же до во всех следственных тюрьмах нельзя спать ни минуты от подъема до отбоя вот а главные допросы ночью вот опять же вот то есть и ночью кто-то должен допрашивать и следить чтобы не спали другие да и днем кто-то должен следить да и допрашивать опять же да то есть то есть это не я не знаю но опять же это нужен нужен кучу дочное количество людей которым нечем заняться то есть а как они успевали урис арестовывать тогда следовательский конвейер до допрашивают сменные следователи то есть по несколько следователям заключенного сколько нужно следователей всего их нужны какие-то сотни тысяч чтобы справиться со всеми последствиями из если вот так вот прикинуть количество персонала которые необходимы вот на организацию вот все всего вот этого да вот это вот мое любимое клопяной боксик темный дощаный не дощатый дощанный шкаф сотни клопов может быть тысячи понятно никто не считал значит запихивают его в шкаф и на него бросаются клопы клопов можно понять нельзя понять другого это вообще моя любимая тема как они из этого шкафа не расползаются это во-первых во вторых тюрьма это государственное заведение там должны быть какие-то санитарные нормы санитарной инспекции там еще и тогда так далее и тому подобное то есть если у тебя есть вот такой вот клопяной бокс то тебе при первой же инспекции так прилетит ну клопы они не будут сидеть в одном шкафу они расползутся вот то есть по идее вокруг вот этого вот бокса шкафа там не не знаю должны постоянно тусоваться какие-то люди которые этих клопов морят вот чтобы шкафы не разбегались это блин круто карцер ну карцер да тут про карта ничего не скажу это стандартная практика но опять же в карцеры просто так не попадают обычно за нарушение дисциплины ну понятно что у женицына всех всегда сажают абсолютно ни за что и в лагере гнобят абсолютно ни за что вот но у нас вот я недавно читал биографию очередного диссидента невозвращенцы который убежал значит после жутких мытарств по нашим лагерям он убежал в сша и там работает сейчас по моему у нас работал пардон умер вот так его тоже сажали в карцер за то что он отказывался работать вот ну в лагере как бы принято работать он называется исполнительно трудовой вот запирание стоя в нишу чеботарев у нас по моему уже не первый раз встречается и хабаровской гпу тоже то есть бетонная ниша вот а еще на макушку капает холодная вода вот бетонная ниша а она откуда вообще это ниша взялась ее там как-то специально выложили из бетона отлили вот но если она отлитая откуда там вода капает то есть или или как вот ее сделали да вот голодный паек ну тюремный паек да у нас он хромал и собственно скудный в тридцать третьем не военном году 300 грамм ну как-то вот служеницын видимо забыл что в тридцать втором не военном году был голод и урезание пайков в тюрьме ну тем более кому-то кто про штрафился извините а вот ну тут жуткие подробности вот чеботарев видимо очень много всего рассказал посадили его на 72 часа в следовательском кабинете на трое суток не давали ни есть ни пить в кабинете находились все время три следователя они работали в три смены но постоянно три не понимаю он он кем был этот чеботарев если если вот ради него такие церемонии почему его потом не расстреляли вот то есть очень странно битье ну бьют всегда и везде в принципе ничего тут выдающегося нет вот следовательском сапогом поголени комполка били 21 день подряд вот и по рассказам насчитал 50 52 при приема пыток а вот тут очень странно если все так бьют ты обычно находишься не меняемом стане если тебя серьезно бьют тем более 21 день подряд как они не устали до зажимают руки на специальном устройстве чтобы руки последствия лежали плашмя на столе и бьют ребром линейки какие-то вот пыточные приспособления интерес они зачем я просто не понимаю а зачем можно можно же проще как-то делать вот нет специально какие тут машины вот для того чтобы приматывать там и руки я не знаю у нас тут сохранились они кстати где-нибудь я почему-то ни разу не идут рассказов таких я много читал он всяких вот типа типа исаич а а вот ни разу не видел чтобы там фотография такого устройства дай или какой-то какая-то схема а вот на же музее влага есть чем они занимают почему там этого нет вот или есть а я вот не знаю вот это вот интересно то есть выбивают зубы до простые не в счет она золотые выдаются квитанции лично ну удары там и так далее и тому подобное то есть тут у просто вопрос в количестве потому что я думаю что и сейчас и у нас и не у нас любой тюрьме там везде могут приложить абсолютно везде тут нагнетается такое впечатление что с утра до вечера 24 7 просто происходит причем толпой до протяжении многих лет в российское изобрели машинки для зажимания ногтей хотела бы посмотреть смирительная рубашка перелом позвоночник перелом позвоночника это человек если он выжил то есть это инвалид на всю оставшуюся жизнь и как-то вот а зачем у вас смысл то в чем чтобы он вам чет подписал показания довольно что зачем позвоночник ломать его после этого надо прямиком госпиталь вести ну взнуздание у ласточка это вот то что дим юрьев пушков так любит он предлагает регулярно когда тебя так связывают колесом с руки руки за спиной а и без воды еды полежи суток двое зачем опять же да то есть если тебя там можно просто на ноги поставить там чтобы ты постоял эти суток двое вот ну и так далее в общем вот такие вот замечательные вот рассказывай дедушки исаича ну то есть что тут можно сказать что определенная часть вот этих методов она применяется всеми не всегда то есть типа брань там психологическое давление какое-то это везде употребляет определенная часть этих методов могла там применяться эпизодически какими-то конкретными людьми там у которых может действительно там какие-то искажения психики уже от работы в нквд там еще еще что-то или последствия гражданской войны и например кстати мы учтем да что люди которые работали в нквд там и так далее кто-то из них прошел гражданскую а там такое творилось что привычки могли остаться не самые хорошие да а вот ну а некоторое количество приемов но это просто это даже не выдам не выдумка это гипербола да то есть вот когда вот например три четыре пять суток обычно не дают пить да вот это с точки зрения физиологии человек лютый бред просто такого не может быть может не может быть никогда человек просто только не простоит тем более без воды вот там два дня без воды уже тебя надо вести в больницу вот а тут нам это преподносит как обычная практика такая ну и откровенные байки про следовательницу которая там раздевалась на идите как и вот про какие жуткие приспособления типа клоповник там еще четную я я не знаю ну вот то есть судя нет я не исключаю того что солженицыну это присылали письма где это рассказывали то есть но видимо самый саич как бы головой работать не пытался то есть и отделить соответственно рассказа о том что действительно могло быть вот каких-то выдумок да то есть влаги лагерного фольклора вот ну ему собственно это было не нужно соответственно задача у книжки была рассказать не просто правду а такую чтобы забыть забиться захрипеть страшную вот жить же надо не положить правильно жить надо не положить что пока все живите не положить всем добра